шалом шалом я тихо говорю чтобы нас посторонние не услышали дело в том что сегодня мы начнем богатеть а афишировать это не надо как говорится бляйнара бляйнара с такое выражение и набраха шура или бадавар а саму именно айн бараха находится в местах которые скрыты поэтому нечего фишировать наши доходы и так сегодня будем учиться делать прибыль и правильно использовать ресурсы и доходы мы уже просили на прошлых занятиях мы просили ума разума прощения личного избавления от негодяй и и злодеев попросили здоровья и еще осталось нам для полного счастья попросить финансового благополучия тема это очень животрепещущаяся для всех и ребят скотска говорил так что если взять все молитвы евреев только из молитв поднимаются небеса каждый день каждую ночь поднимаются молитвы миллионы молитвы если все это взять все эти молитвы и выжить все слезы мам отцов женщин мужчин которые они провели ночами и днями все это выжить получится одна большая слеза как можно охарактеризовать эту слезу как можно назвать он сказал эта большая слеза называется парноса парноса в конце концов упирается в парносы 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 все нужны деньги кому деньги не нужны как дела плохи нужно деньги дела хорошо тоже нужны деньги да женимся нужно много денег Разводимся, ещё больше денег. Рождается ребёнок, нужны деньги. Кто-то умирает, снова нужны деньги. Здоровые, но нужны деньги. Больны, не дай бог, ого, сколько нужно денег. Ну всё время деньги, деньги, деньги. Почему это так? Почему так мир устроен? Почему мы не можем без денег? Ведь мы же видим, что птички летают, рыбки плавают, кто-то там ползает, кто-то прыгает. И все справляются спокойно, без денег, и всё нормально. А человек все время думает про деньги, банковские счеты, акции, туда-сюда вложить. Почему так? Есть разные ответы. Одна из центральных причин на самом деле, это в том, что Всевышний специально так задумал этот мир, для того, чтобы мы просили у него на пропитание. И тем самым мы, кстати, зарабатываем еду. То есть то, что мы молимся при питании, это и есть работа, за которую мы получаем пропитание. Еще одна причина, это для того, чтобы люди просто не бездельничали. Если все было готово, то люди бездельничали, а безделье переводит к нежелательным результатам. Поэтому две причины, чтобы мы просили, были на связи с Творцом, с Ним общались, и чтобы мы не бездельничали. Если только по СУК, мы его говорим, прикатом ОЗОН, СУКИ СТЕЕЛИМ, ТЕЕЛИМ КУФ МЭМ ГЕЙ. КУФ МЭМ ГЕЙ. Повторим наши способности математические. Гематрия. КУФ МЭМ ГЕЙ. КУФ это 100. МЭМ 40. ГЕЙ 5 по гематрии. ТЕЕЛИМ 145. КУФ МЭМ ГЕЙ. Написано так. ПОСЕИХ ЭТЬЯДЕХО. ПОСЕИХ ЭТЬЯДЕХО. ПОСЕИХ ЭТЬЯДЕХОody МАЗБИЯ ЛХОЛЬХАЙ РАДЦОН. ПОСЕИХ ЭТЬЯДЕХО. ОБАЗБИЯ ЛХОЛЬХАЙ РАДСОН. Это Hashem. Мы говорим Hashem. ОТА. ПОТЕХ ЭТЬЯДЕХО. УМАЗБИЯ ЛХОЛЬХАЙРАДЦОН. Ты открываешь руки. ПОСЕИХ ЭТЬЯДЕХО. Умазбия Леколь хайрацон И насыщаешь Леколь хайрацон Что такое леколь хайрацон? Умазбия леколь хайрацон Ну, по-простому, как мы понимаем это так Примерно, да, так сказать, на вскидку Как понимаем Путеха Тадеха, открываешь руки И насыщаешь каждого, кто желает быть насыщенным Леколь хайрацон Кто хочет, тот получает Это другое объяснение Путеха Тадеха Умазбия Ты насыщаешь Леколь хайрацон Чем ты насыщаешь? Рационом То есть ты даешь желание Получается так, что даже желание Встать утренем и пойти на работу Это тоже аташема Мазбия леколь хайрацон Интересно, то есть не только Сама наша работа и то, что мы за ее получаем Это аташема, а то, что мы хотим Зарабатывать, это тоже аташема Мазбия леколь хайрацон Такой интересный пируш Давайте начнем учиться, молиться И заниматься делом Это девятая бараха сегодня О парнасе Бараха парнасе Вот, вы, кажется, видите ее на экране Я вижу на экране бараху Это называется бирката шаним Бирката шаним Ну, сразу давайте спросим вопрос Что такое за слово шана Бирката шаним Что такое шана Шана Шана, ну мы знаем, шана это год Что за корень шана Шин нунгей Это корень, он показывает на повторение Цикл Повторять Повторять Например, лишно талахот Повторять талахот Лишно талахот Еще раз Все, что было написано До этого В Торе На самом деле Там не совсем все есть Ну, примерно Почти все, что было написано Мушаравину повторяет Еще раз Своими словами Называется Мишне Тура Сефер дворин Это шана То есть шана Это год Это период Который повторяется То есть Уже была зима Уже было лето И мы знаем Что снова будет зима Снова будет лето И мы готовимся к зиме Есть такой цикл Это делает жизнь более комфортной Животные знают Когда ведь гнезда Когда спариваются Когда улетать в теплые края В холодные края И так далее То есть мир как бы Крутится И все идет своим чередом И тем не менее Бывает года более Благодатные Бывают менее Бывает лето Слишком жарко Бывают зима Слишком холодные И поэтому мы просим Чтобы наш год Он был нормальным Нормальный год Благодатный Начнем Браху Написано так Я читаю Браху Брикаташаним Барехалейну Шемилюкейну Эсса шана азойс Вескольм ней Тво аса Литова Весен Литом Бакаяц Параха Ал пне Адама Весабейну Митова Барехалейну Разберем Первая часть Барехалейну Шемилюкейну Эсса шана азойс Бескольм ней Сва салитова Барехалейну Что значит Алейну Что значит Алейну То есть не просто Чтобы был такой год Благополучный А чтобы это касалось нас Чтобы дождь Который будет идти Касался нас Чтобы он выпадал на наши поля И вовремя Правильное время Тогда Браха будет Алейну Касающийся нас Вообще понятие Браха Которое мы говорим Это не только дождь Это касается Вообще Всех дел Гешим Гешим это дождь Гешим Гешмиют Гешмиют это общее название Для благ Физических Гешмиют Пельюец Говорит что Это касается даже Духовных достижений То есть Браха Браха Ашельшана Это касается Не только дождя Не только денег Не только доходов А также Нашего развития духовного Нашего изучения Торы И так далее Тоже касается Этой Брахи Брикаташим Тагет Пельюец Но надо понять Что В первую очередь Это касается Брахи Успехов В наших делах Гешим И в наших делах И поэтому Есть другой Нусах Другая верность Этой Брахи И Начиная со второго дня Песаха И до седьмого Числа месяца Хешван То есть Летний период Когда люди Больше Работают На поле Зимой Дома Сидим Холодно Короткие дни Летом Летний период Дни длинные Можно больше работать И дать Такой Нусах Брахи Бархейну Ашемилу Кейну Бухоль Маасе Дэйну Вставляется В этой Брахе Бархейну Ашемилу Кейну Бухоль Маасе Дэйну Интересно Мы просим Браха Бехоль Маасе Дэйну То что мы делаем Чтобы была в этом Браха То есть Не просто Гешем Дождь сверху У нас опускается И хороший год А мы также Чтобы наши деяния Они увенчались Успехом То есть Мы просим Браху Прежде всего Для нас Конечно же Это здорово Когда год Успешный Для всех Но в первую очередь Мы просим Браху Чтобы Она нас Не обошла Это Браха Теперь Браха Алейну Ашемилу Кейну Это Шана Азойс Этот год Это Кольминей Твуата Летува Кольминей Кольминей Это различные виды Да Кольминей Различные виды Даже так говорят На вреде современном Кольминей Да Разные То есть Разные вещи Кольминей Твуата Твуа По простому Это урожай Твуата Это Ее урожай Это года Урожай года То есть Твуа Какой корень Твуа Сразу видно Там есть Бет Алиф Ба То что Как бы Приходит То что мы получаем Твуа Приходят Доходы Прибыль То что приходит Это твуа Урожай То что земля Нам дает Кольминей Твуата Летува Летува Чтобы это было Ле Това Что такое Летува По разным Можно объяснить Чтобы не было такого Что мы получили Кучу урожая Обожрались И теперь уже Все забыли И сами забылись И наркоманы И так далее Твуа Нет Летува Чтобы это все было В рамках Хорошего Так сказать Чтобы не получилось Из этого Чего-то отрицательного Чтобы это было Все Летува Теперь Барехалей Ношемиглен Это шина азот Шина азот По-простому Этот год Вот я сейчас Сейчас молюсь За этот год То есть Я прошу За этот год Ну Потому что Я живу Как бы Сегодняшним днем Да Сегодня я живу Я за сегодня Прошу Это шина азот Этот год Давайте продолжим Бетенны Летом Браха Браха Зимой Талю матар Левраха Да Зима В Израиле Это время Когда идет Дождь Талю матар Левраха Матар Это название Дождя Таль Это Раса То есть Зимой Нам необходима Влага Альпней Адама Альпней Адама Тен бараха Альпней Адама Если написано Адама Мы знаем Что земля конкретная Имеется ввиду Земля Израиля Адама Земля Израиля Но Те Кто живут Вне Израиля Они должны Подразумевать Что они молятся За Землю Израиля Потому что Весь мир Зависит от Благополучия Израиля Поэтому Адама Это всегда Будет Израиль Для тех Кто живет Вне Израиля И дальше Написано Весабейну Митува Есть Другой Вариант Весабейну Митувеха В чем Разница Тен Браха Альпни Адама Весабейну Митува Митува Или Митувеха Митува Это относится К земле А если мы скажем Митувеха Это относится К тебе Ты Ашем Сабейну Митува То есть Носить нас Чеми Щедротами Земли Это Митува А Митувха Это Твоими Щедротами Да Убарек Шнатейну Кашаним Это Левраха И Благослови Шнатейну Да Шнатейну Это Наш год За который Молимся Кешаним Это Так же Как были Хорошие Года Кашаним Это Вот Не написано Слово Были Но это Наверное Подразумевает Да Пусть Наш Год Будет Успешным Удачным Как Хорошие Года Чтобы Это Что Опять Таки Было Левраха Что Было Левраха Дело В том Дело В том Что Деньги Можно Можно Получать Разными Способами Да В конце Косов Эта Брахана Она Касается Гешем Материальность Материальность Да Материальность Гешем Скажут Что Это Брахана Парнаса 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 Которые Не пахнут Как говорится Не так просто Работать Довросовестно И Зарабатывать Деньги Не обманывая Никого И не воруя Чтобы все было По-честному Это очень непросто Поэтому Просим Сабельно Митува Или Митувейха Да Чтобы Наши 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 То Что Мы Зарабатываем Чтобы Это Было От Земли Да Или Или От Себя Не важно По какому Варианту Но В любом Случай Чтобы Не было Так Что Мы Заработали Деньги За счет Кого То Сейчас Этот Мотив Еще Увидим Будущем Очень Очень Силь Мотив Повторяется Что Не дай бог Чтобы Не было Такого Что За счет Кого Заработали Деньги Это Не По Еврейски Мы Скоро Это Увидим Дальше В Продолжение Сказ Что Адама Это Земля Израиля А Почему Он Говорим Альпне Адама Да Мы Тен Браха Альпней Адама Я Вернулся Снова На Третья Срочка В конце Третьей Срочки Тен Браха Альпне Адама Можно Было Дай Даже Как Некрасиво Получается Прошли Молиться Сразу Дай Некрасиво Можно Сказать Бареха Адама Да Чтобы Была Браха На Земле Нет Мы Говорим Тен Браха Альпней Адама Есть Такое Объяснение Что Мы Просим Браху Чтобы Она Была На Землю Да Ведь Мы Землю Обрабатываем То Мы Просим Не Напрямую Чтобы Нам Было Сразу Перешли Деньги На Счет Банки А Пусть Будет Браха На Земле И Мы Будем Землю Обрабатывать Тем Самым Мы Получим Эту Браху То Мы Сами Хотим Приложить Усилия К Зарабатыванию Честному Зарабатыванию День Это Браха Альпней Адама Ва Собина Митува Уварекш Недной Кашаним Атувод Теперь Кашаним Атувод Да Ну Что имеется ввиду конкретно Какой год имеется ввиду конкретно Давайте я говорю Пусть будет этот год Такой Удачным Как успешные года Другие Какой год имеется ввиду 2005 2006 Что имеется ввиду Вопрос Для этого Мы обратимся к Торе Что на этот счет Говорит Тор Знаете Сейчас Сейчас Это Очень легко понять Что говорит Тора Как бы Да Потому что Есть компьютер Значит В компьютер Мы заводим Такая поисковая Такая машина Мотор поисковый Вводим там слова Браха Шана Да И он тебе говорит Сразу Где-то тоже написано Если мы ведем В Тор Допустим Три слова Шана Мы ищем Шана Ищем Браха И тут идет Речь о Дождь Урожай То есть Допустим Зера Лизро Зера Это Зреха Это урожай Да Такие слова Там Адама Если ведем То мы получим Пасук Как раз Про успешный год Это пасук Из книги Берешит И Там написано так Про Ицхака Вину Он Посеял У него был Очень хороший Урожай Написано так Это Берешит Кафав Юдбет Я читаю Как это написано В Израиль Он собрал урожая, то есть в 100 раз больше, больше других годов, то есть по идее каждый год земля давала какой-то урожай, тонну урожая, в этот раз он собрал 100 тонн, что самое интересное, этот год, про который говорится, это был год засухи, то есть у всех остальных не было урожая, было засухи, был очень тяжелый год, а Ицхаковина нашел в этот год много урожая, собрал много урожая, в 100 раз больше, из этого мы видим, что, может быть, говорят по радио о финансовом кризисе, экономическом кризисе и так далее, хорошо, это, конечно, неприятно, но это не обязательно должно касаться нас, может быть, что есть кризис, по большому счету, но у нас здесь браха, как было с Ицхаковину, такое очень может быть. Если мы почитаем комментарии Раши на этот посылку, то мы обнаружим что-то еще более интересное. Раши говорит так, что да, Ицхак посеял, собрал урожай, и было в 100 раз больше, но говорит Раши, что речь идет о Маасер, Маасер, то есть он отделил в 100 раз больше Маасера, почему Маасер? Мы рассказали, да, в самом начале, что сегодня мы будем говорить тихонько, тихонько, да, то есть, браха, она находится там, где ее не афишируют, так зачем надо было Ицхаковину, да, подсчитывать там, о, у меня столько урожая, столько урожая, он говорит, Раши, он это сделал только для того, чтобы отдать Маасер, и у него получилось много Маасера, он посчитал, отдал много Маасера, это Маасера, то есть, получается, что можно это выучить так, что год считается успешным, это такой год, когда мы даем много Задаки, много Маасера, да, то есть, на самом деле, это не вопрос, кризис, не кризис, а как-то и Тахлис, да, в конце, подвел линию, да, не под твоими доходами, а сколько ты отдал бедным, сколько ты отдал Маасера, какой у тебя Маасер, какой процент ты отдал, да, если ты отдал много Маасера, значит, этот год может считаться успешным, это успешный год, я это покажу еще из другого пасука, опять-таки, те же самые слова, твуа, да, вот наше слово твуа, нашим улитом твуа, шана, саде, да, вот это вот земледелие, опять набираем в нашем, в нашей песковой машине, находим так, пасука, книга дворим, юдалит, пасука в бед, говорит, говорится про Маасер, Асер та Асер, это кольт вуад зарыха, а юльце асаде, шана, шана, да, отделим Маасер от всех твоих доходов, каждый год, Асер та Асер, так написано, дворим юдалит, самое интересное, дальше говорится про браху, да, дворим юдалит, я открываю, почитаем вместе из Торы, чтобы можно было понять, может, я почитаю на русском, по-русски, написано так, отделяй десятину от всех плодов с посева твоего, растающего на поле из года в год, да, нужно делать Маасер, от чего, от урожая, от хлеба, от вина, от масла, и так далее, и имеется в виду, что от зарплаты, от доходов отделяется десятая часть и отдаётся бедно, это учится отсюда, да, написано, зачем это делается, чтобы научился ты бояться Бога, и рад шаман, чтобы понял, что все твои блага, все блага твои, они от Бога, а не только то, что ты работаешь тяжело, да, дальше написано так, если же слишком длина будет дорога для тебя, дело в том, что ты имеешь в виду, что ты Маасер, и раньше его ели в Иерусалиме, приходили в Иерусалим, на Песах, на Сокотный Шивот, приносили с собой часть урожая, и ели это в Иерусалиме, но если будет очень много урожая, да, то человек не может взять весь Маасер, принести его в Иерусалим, тяжело, написано так, если будет длинная дорога, ты не сможешь нести всё это, весь Маасер, да, тебе будет непросто, тяжело, ты живёшь далеко от Иерусалима, то тогда, то тогда можно всё это вложить в деньги и принести деньги в Иерусалим, и уже на деньги в Иерусалим купить еду и есть эту еду. Но тут написано так, что если будет тебе тяжело нести всё то, чем благословит тебя Ашим, то видно, что есть связь между благословением и Маасер, ты отделяешь Маасер, и Ашим тебя благословит, и тебе получается много Маасера, даже так, что тяжело это унести. Если вас это не убеждает, то, что я сейчас сказал, такой Ломдес, такой Лимут, то я продолжу дальше, там написано прямым текстом, то, что я говорю, написано так, «К концу трёх лет вынеси всякую десятину плодов твоих в тот год, и положи во вратах твоих, выносим десятину, и для леви, потому что у леви нет участка земли, и для леви, и для сирот, пришельцев, и вдов, положи это, вынеси это, и пусть едят и насыщаются, чтобы благословил тебя Бог всесильный твой во всех делах рук твоих, которые ты будешь делать». Тут написано уже прямым текстом, нельзя ошибиться, нельзя неправильно понять, «отдели Маасер для того, чтобы у тебя было благословение во всех твоих делах». Видите, что «Маасер» — это «сгуля» на то, чтобы разбогатеть. Это что касается «Маасера». Теперь давайте еще раз вернемся к нашей Брахье и с еще нескольких интересных моментов. Смотрите, вы сказали «Барек шнатэйну кашанимату вод». Да, мы же учим иврит, если я не ошибаюсь. «Кашанимату вод». Видите, написано «Благословит наш Бог шнатэйну». «Шнатэйну», «шана», «шнатэйну» — получается «год наш». «Кашанимату вод». Так же, как были хорошие года. «Шанимату вод». Ну, все учили иврит. Мы знаем, что прилагательное найдет за существительным. И окончания, по идее, как бы должны быть одинаковые. Да, там, типа «шанимтовим». Да, ну, скажем, там «дварим яфим», «красивые вещи». «Давар вещь», «дварим яфим». Да, окончание мужского рода, мужского рода. А тут получается «кашаним», «гату вод». «Им от», окончание «им от». Почему так? Значит, слово «шана» — оно в том, по себе, слово женского рода. Как я это знаю? Например, я говорю «шана тува». То есть прилагательное «тува» — это женский род. Значит, и существительное будет женского рода. Это железное правило. Все так, когда мы хотим узнать, какого рода слово на иврите, мы к нему говорим «прилагательное». Если мы знаем, как его сказать, если мы это знаем, тогда мы знаем, какого рода это слово. То есть есть такие спорные слова. Допустим, вот тут стоит «кос». «Кос», «стаканчик», «кос». Я думаю, «кос» — это что, женский род, мужской род? Я не знаю. «Косктана», «коскатан». «Косктана», «коскдуля». То есть, если я знаю, как правильно сказать, тогда я узнаю, какого рода это слово. Теперь «шана тува». Значит, женского рода, правильно? Ну, это оканчивается на гаишна без проблем. Но что? Это слово «исключение». И когда говорят много годов, то говорят «шаним». То же самое, как слово «мила». «Мила», но «мелим». «Мила», «мелим». То есть окончание, оно «им», но это слово «исключение», это не правило. Должно было быть «от». Но тоже называется «юцедофон», «исключение». «шаним», «мелим». Но прилагательное остается, как обычно. Прилагательное не касается. «Шаним» — то вот. «Мелим» — то вот. «Мелим» — то вот. Если вы понятия, говорите «мила тува». «Скажи мила тува». «Тен мила тува». Как бы не без того, чтобы что-то там критиковать, учить жить. А наоборот, позитивно. «Мила тува». «Мила тува». «Ань тува», «мила тува». Есть даже такая организация в Израиле. Они борются за то, чтобы люди говорили «мелим тува». «Мила тува». Они говорят так, что делать такой эксперимент. Если чек заходит домой, возвращается домой. Папа, мама возвращаются домой. И первые пять минут ничего не говорят отрицательного. Все такое положительное. «Мила тува». Улыбаемся. Улыбаемся. «Мила тува». Самое что-то, что чек пришел домой, там у него «уф». Все есть какие-то сюрпризы дома. Здесь много детей, тем более. Я не хочу рассказать, что было вчера у меня дома, когда вернулся домой. Ну, все это. Как говорил Рэби Игурн. «Вся эта жизнь, это все как театрон, это все театр». То есть, не надо так сильно расстраиваться. Это все театр. Это все такой сценарий, такой театр. То есть, это все не по-настоящему. Это все как будто. Это театр. Так и есть такой театр, который хочется кричать. Но железное правило. Зашел домой пять минут. «Мила тува». «Фьюх Мила тува». И тогда, они так утверждают. Тот, кто так себя ведет, тогда весь вечер, все меняется. Весь день будет положительно. Как начнется, как вход домой, так и все будет положительно. Но что этот вход, он очень трудный. Известно в Кушникове на секрекциях, что человек может много-много учиться. Муссар, учиться шломбать, 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 вернулся домой. И как это, крышу снесло и пошло-поехало. Вот почему так вот так. Так это работает. Поэтому очень простой, да, очень простой такой тип. Да, без много того, чтобы там, без многих установок. Самая простая установка – «Мила тува». «Мила тува». Так вот это шана тува. Так мы выучили, что «шаним тувод» – это значит, хорошие годы. А по поводу «кос», мы говорим «кос ктана». «Кос ктана» мы говорим. «Кос ктана» – «кос ктана». «Кос ктана». «Кос ктана». Теперь продолжаем. «Кошаним тувод» продолжаем. «Кекель тоев умитива та умеваре хошанима». Мы с вами учили подробно бараху «това митив». Мы сказали так, что «това митив», что только «това митив». Несколько объяснений. «Ашем он сам по себе тов, и он нам делает добро». «Митив». Другое объяснение. «Тов ли митив ля хрим». «Он делает добро мне, и делает добро и другим». «Та тоев, а тоевая митив». Мы просим хорошего года, потому что «ки». Потому что «кель това митива та умеваре хошаним». «И ты благословаешь года». «В конце варуха та ашем, ми варех хошаним». Мы просим бараху. Правильно? Браха. Браха, бараха, 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 бараха. Браха. Видите, первое слово на слайде. Биркат ашаним. Как пишется бараха? Бет рейш каф. Бет рейш каф. Снова гематрия. Без гематрии мы никуда. Бет два. Рейш двести. Каф двадцать. Интересно. Все время два. Два, два, два. Два, двести двадцать. Бет рейш каф. Что такое два? Два – это умножение. Два – это уже много. Как в языке. Начиная с двух, мы говорим уже множественное число. Два – это уже много. Когда есть два человека, они общаются. То есть между ними уже возникает бесконечная вариация результатов общения. То есть нет границы. Это сказал так, я сказал так. Два еврея спорят. Ну, конечно, не только евреи. Но евреи любят поспорить особенно. То есть два человека – это уже какая-то интеракция. Это уже намного веселее. Это уже нескончаемое такое вот общение. Два – это мужчина и женщина. То есть два разного пола. Тогда вообще можно всего, что хочешь, ожидать. Можно ожидать размножения. Еще больше, еще больше, еще больше. Это два. Это бараха. Что такое бараха? Бараха – это умножение. Когда мы говорим больше, 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 больше. Увеличение. Бараха – это два, это бараха. А почему такой порядок? Почему два двести двадцать? Вы говорите, все не случайно. Мы же знаем. Все, все, все на все эти объяснения. Все святой. Святой язык. Бараха – два двести двадцать. Мы просим бараху. Ну, двести может быть сразу, сразу двести. Или в конце, в конце, когда будет двести по порядку. Нет. Два – двести двадцать. Я вам такую историю скажу. История про хони-ми-агель. Хони-хами-агель. Хони-ами-агель. Известная история. Была засоха. Пришли евреи к цадику. Цадик хони-ми-агель. Он помолился о дожде. Он встал. Нарисовал вокруг себя круг. Встал в этот круг. Сказал, Ашим, нам нужна дождь. Посмотри на свой народ. Мы не можем без дождя. Пожалуйста, пошли нам дождь. Пока не будет дождя, я отсюда не выйду. Из этого круга. Помолился. И пошел дождь. Дождь пошел такой скудный. Кап, кап, кап. Сказал хони-ми-агель. Не. Я не такого дождя просил. Просил дождя сильного. Хорошего дождя. И пошел такой сильный дождь, что начал с крыши сносить. Не-не-не-не. Говорит хони. Не-не-не-не-не. Хочу бы дождь нормальный. Обильный, но нормальный. Не такой, чтобы ураган. Что все сносило потоп. Тогда пошел дождь нормальный. Так мы видим, что сначала пошел дождь на двойку. Слабенький. Потом уже слишком не на 100. А на все 200 пошел дождь. Тоже слишком нехорошо. Потом пошло хап, это среднее. Ни много, ни мало. Ни мало, ни много, а что-то среднее. Это хап. Мы просим барахов, чтобы у нас была бараха нормальная. Ни мало, ни скудная бараха. Но и не что-то такое, чтобы у нас все свалилось, чтобы мы не сможем выдержать сильную бараху на нашу голову. Бараха нормальная, обычная. Это бараха. Слово бараха 200. Смотрите. Сказано так. Мы же просим про нас опять-таки. Написано в море в нескольких местах, что Кашин, Мизунутап шель адам кикриат ямсуф. Мизунут шель адам. Насыщение человека, припитание человека, оно очень трудное. Такое трудное, как криат ямсуф. Кашин. Мизунутап шель адам кикриат ямсуф. Как наступление моря. Когда выехали из Египта, там море раступилось, ямсуф. Раступилось, это было тяжело. Также очень трудно параноса. Мизунут. вопрос кому это трудно трудно шему ему ничего не трудно трудно человеку это нехидуш это понятно что трудно то есть все это о чем говорит это это выражение еще раз то есть мы когда есть какой-то вопрос да мы пытаемся что-то почитать чтобы понять да может ответ уже заложен написано так кашин между топчера да и креат ямсу давайте подумаем кто сделал креат ямсу человек нет ашем сделал креат ямсу тут сравнивается между нот креат ямсу то есть и между нот такие также сложно сделать дать человеку как креат ямсу вкому ашему так получается это выражение так как ашема трудно сделать крятым слов также трудно дать по мазон от ребенка дам опять-таки вопрос что трудно что трудно скале птичкам даешь им кором до рыбкам зверюшкам всем а у человека трудно вдруг стало макара почему-то почему-то трудно такое объяснение слышал что конечно не трудно шему дать при питании вовсе не трудно но что проблема в том что это не дать человеку не положено получить при питании он этого не заслуживает аж ему дает это то что то что трудно шему как вот этого то что как бы да мешает аж я хотел бы сделать так чтобы чек заработал при питании из-за будет лучше и человеку и ашему но чек не заслужил ашем милости выдает все равно при питании это ему трудно каждый раз он делал словами или примешь от 1 как бы делается больше чем как бы большим положенным и это трудно потому что хотелось бы было по-другому чтобы шум чтобы шум давал еду за то что мы и до заработали поэтому просим мы молимся чтобы у нас было бараха барнаса до подозвольным путям чтобы это на самом деле заслужили им сказать что сама молитва это уже работа за которую нам положено нам положено при питании может быть даже больше чем за саму работу может быть почему то что нам работаем мы как бы думал что мы работаем я заработал я съел это мое я сам а когда молимся мы понимаем что мы получаем атошема теперь мы спросим наш любимый вопрос какой наш любимый вопрос конечно почему это бараха на 9 по счету помните мы же считали восьмая было рифуа да почему восьмая рифуа бритмила седьмая было гиула избавление от разных трудностей она была седьмая почему она седьмая потому что шаббат он седьмой шаббат это как это гиула минулова избавление каждый кто работает тяжело перед шаббатом там моют пол весь убирает дом до потеет наконец-то шаббат чувствовал всем по-другому это все другой шаббат да как говорится миша тарах биржа батюхальба шаббат тот кто работал перед шаббатом он будет кушать шаббат по простому и конечно это прощение означает что тот не работа тут не ест но тут более того тут работа этот будет есть у него будет больше вкуса да то есть добычек не работала него я сына и шаббат у него есть и да ну не хочет ваш день шаббат у него одно и то же до пчела гостиницу все все готово меньше решается шаббат и поэтому и здесь чтобы сам большие мудрецы самые большие богачи они всегда все равно делают сами подготовку к шаббату да да это маленькая вещь может большие дрова нарубить печку поставить там стол раскрыть что это сделать для шаббата сам именно сам именно сами тараты тарахлив не шаббат готовишься к шаббату и тогда ухельба шаббат на за ухельба шват и просто ухель и просто получаешь удовольствие от шаббата это шаббат а почему бараха у нас берката шанима 9 9 есть объяснение конечно же девятая часть книги ты ли 9 капитал псалмы 9 глава псалмов относится к рубрика ташаним это написано и написано в могилат эстер айгар милавистер он сахит могила слехом сахит мига там убавли мы сахит мигила да пью дай нам убед там разбирается порядок прохода написано почему берката шаним она 9 там есть рабе александр он говорит так говорит так про это посылки сники ты или 9 ты или писан так написано что зачитаю ты лим швор зро раша сломай руку негодяю такой-то и лим написано но эта часть отрывок из ты лим на самом деле если вы откроете псалмы вы найдете это в десятом ты лим другое деление не ты лим но вы говорите что это девятый поделишь ты лим и способ швор зро раша да сломай руку негодяю это давида мелех давида мелех он написал ты лим он просит у ашема сломай руку негодяю тут а то руку которую делает не добро сломает руку говорит раши это объясняет раши комментирует ра бессандр он говорит что имеется ввиду кто такой этот раша люди которые завышают цену неоправданно повышают цену неоправданно это раша почему раша потому что кто-то это будет первую очередь страдать от высоких цен богатые или бедные бедным могут страдать почему то что во первых богатых есть свое они могут не покупать у них уже свое добро хватает они могут на базар не ходить во-вторых они может заранее купили богатых намного больше больше возможностей до выкрутиться из из высоких цен до а бедные не это выбор у него и так ничего нету он живет 1 1 от 1 к 1 живет приходит на базар а там все дорого проблема проблема глобальная экономическая финансовая атора очень трепетно то есть их бедным трава очень заботится о бедных чтобы не дам бог беды не притесняли поэтому где-то мелех он говорит о чем сделать так чтобы те кто повышается не несправедливо сломаем руки это это реально существует цены завышаются цены завышаются на авиабюлеты цены не оправданы высокие само собой что самолет это стоит деньги и пилот нужно зарплату платить пилоту но все равно цены слишком завышены иногда стоянки для машин они цены завышены это все не есть хорошо женское белье цены очень высокие слишком высокий не оправдан если мы уже зато не женщин то они должны догадаться первым почему это паха 9 еще одна причина почему-то девятая бараха что такое цифра 9 ну конечно 9 месяцев беременности до 9 месяцев и рождается на свет но в ребеночек да это новый человек это бараха это бараха это что новое да это это бирка таше не мамаша это это бараха а это обновление до возрождение появляется новый маленький мир и он приносит собой бараху говорит каждый ребенок приносит собой дом дом бараху это уже цифра 9 и так мы попросили деньги деньги получили а деньги называются на иврите есть такая монетка монетка называется зус зус да и знает может это не будет может это арамейский так раньше называли деньги зус зус а а зуз это это что такое зуз для зуза лизу двигаться до двигаться деньги то есть деньги любят движение работа нужными нужны их двигать до деньги движут меди деньги движут миром мы движем деньгами и так далее да то есть деньги должны работать не нужны кто закладывать это называется зус деньги двигаются а у нас висит на двери мизуза опять-таки зуз между за похоже 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 мизуза на нас охраняет наш нас охраняет наше добро наши деньги на охраняет а почему-то называют из зус потому что мы же входим и выходим в дверь есть такая лоха что нужно мизуза вешать там где человек входит в дом да вот вошел в дом и там же мизуза то есть там где весь вход в дом там 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 мизуза есть другое объяснение слышал это понял это объяснение есть такое объяснение что мы в начале слова она переворачивает смысл слова если если зуза это двигаться то мем это означает не двигаться поэтому мизуза она стоит не двигаясь она плотно должна быть приказать на стенке рамбом он очень наставит о том чтобы прямо гвоздями и сильно-сильно прикрепить чтобы было крепко на косяке это мизуза и на нас охраняет теперь некоторые все еще живут в галуте я слышал и им трудно повесить мизу потому что боятся что будут какие-то хулиганы еврейские там ее сорвут или дверь подожгут типа узнают тут живут евреи мизу не вешают описано садим шахан руки что в таких случаях мизу можно не вешать но есть такой совет что можно повесить мизу с другой стороны двери надо только уметь это делать это непросто нужно посетить урава как это сделать и возможно повесить мизу можно спрятать можно первых и працавая в косяк чтобы не было видно а можно так за дверь но надо очень осторожно сделать чтобы чтобы не было на что они было вместе которым очень походим и она должна быть на косяке то есть если она будет другой стороны но все очень на косяке не дачу кулак от входа это как бы нормально посетите сразу но мы за нас охраняет и храняет наши доходы мы же так много молились о наших деньгах что у нас было доходы так нужно теперь это охранять ну баруха шем мы заканчиваем наши личные просьбы это бараха она была 6 из тех брак от которые направлены на просьбу было три сначала обращения потом 6 мы попросили чтобы просили мы про это просили у маразма помните у маразма мы просили возвращение домой прощение избавления от напасти и зла и здоровья и обильных лет и начиная со следующий барахи мы уже переходим на такие глобальные масштабы касающиеся всего израиля и всего мира и поэтому нам придется собраться вместе сеть глобальные просьбы для всего мира до встречи в израиле всего хорошего а